Добрый день! С вами Дамир Халилов, очередное наше занятие. Сегодня мы поговорим о продвижении персонального бренда в социальной сети ВКонтакте. Я на самом деле часто говорю о том, что персональный бренд это одна из самых мощных механик любого продвижения, что люди намного больше доверяют другим людям, чем компаниям, чем абстрактным брендам и так далее. Поэтому всегда правильный подход вкладываться в продвижение своего личного бренда. Чтобы он был узнаваем, чтобы у человека сразу возникала ассоциация. Ваше имя, фамилия, эксперт в определенной индустрии. ВКонтакте для этого довольно-таки хорошо подходит. ВКонтакте есть для этого все возможности. Приоритетен здесь Инстаграм на первом месте по значимости персоны, но во ВКонтакте тоже хорошо можно продвигать свой персональный бренд. Давайте поговорим о том, какова должна быть последовательность работ над продвижением персонального бренда. Первое, что нужно сделать, выбор ниши. Определить четкую нишу, в которой вы будете работать. То есть это может быть, опять-таки, консультант по красоте, консультант по косметике, эксперт по макияжу, эксперт по конкретной технике макияжа и так далее. Здесь я не рекомендую брать слишком широко и не рекомендую брать слишком узко. Пропишите для себя спектр того, чем вы занимаетесь, продукции, с которой вы работаете, бизнес-вопросов, с которыми вы работаете. И найдите усредненное определение. Опять-таки, консультант по таким-то темам, эксперт по таким-то темам и так далее. Ниша должна быть четкой. То есть она не должна плавать, люди должны вас запомнить именно вот с конкретной связкой. То есть чем она будет плотнее, чем она будет как бы постояннее, тем лучше люди ее запомнят. Второе, контент. Вот тот контент-план, который мы создавали, который мы рассматривали на конкретном занятии, он очень важен, помимо прочего, потому что он формирует ваше экспертное восприятие. В целом я рекомендую делить, ну понятно, что у нас есть разбивка конкретная, но я рекомендую весь контент делить на три части. Это экспертный контент, это продающий контент, это лайфстайл контент. То есть первое, тот контент, который подтверждает вас как эксперта. Вы делаете обзоры трендов, вы даете рекомендации, вы даете лайфхаки, вы ну и так далее. То есть люди привыкают, что вы эксперт, что вы действительно даете полезную, важную для них информацию, вы комментируете ключевые события на этом рынке. Продающий контент, вы рассказываете про свои мероприятия, вы рассказываете про продукт, ну в общем все то, что мы говорили, обсуждали вот в продающем контенте. И третье, лайфстайл. Еще раз подчеркну, я об этом уже говорил, но это очень важный элемент и он очень часто недооценивается. Это самая большая проблема, боль вообще большинства предпринимателей, когда они стараются уйти в тень. Нет, вы должны, то есть чтобы люди вас запомнили, люди должны знать, как вы выглядите, люди должны знать, как вы живете. Ну то есть не обязательно запускать, запускать всю аудиторию к себе домой, к себе в семью, вы сами выбираете глубину, на которой вы хотите работать. Можно, то есть какими-то внешними вещами обойтись, хобби, увлечения, интересы, путешествия. Можно дальше там, не знаю, встречи с друзьями и тому подобное. То есть вы сами определяете глубину, с которой вы погружаетесь. Вот, но он обязательно должен быть. Подчеркну, я много об этом говорю, не зря, это очень важно. Люди не запоминают абстракции, люди запоминают только конкретных людей. Дальше, обязательно должны, должен быть визуальный проработанный ваш образ. У вас должна быть хорошая фотосессия, у вас должны быть хорошие видео, вы должны их периодически выкладывать. Во ВКонтакте вы выкладываете, соответственно, ну фото в виде постов, видео, либо в разделе видеозаписи, но лучше тоже в виде постов, увидят большее количество людей. Люди должны знать вас в динамике, люди должны знать вас в статике, поэтому хорошие фото, хорошие видео. Значит, опять-таки, это не должны быть сильно постановочные, то есть лучше всего репортажные, эмоциональные фото, так вас, опять-таки, запомнят лучше, чем если это там постановочное, где вы в неестественной позе величественной стоите во время фотосессии. Вот, и еще один элемент, который я хочу порекомендовать во ВКонтакте для укрепления персонального бренда, это консалтинговые акции. Периодически, ну в идеальной ситуации раз в неделю и в один и тот же день, например, там, отвечая на ваши вопросы по уходу за кожей по четвергам, то есть люди должны привыкнуть к этому. И каждый четверг они приходят, ну, несколько вариантов, либо задают вопросы в комментариях к посту, и вы на них отвечаете, либо, что еще лучше, в прямом эфире, то есть приходят в прямой эфир, и вы отвечаете на их вопросы. В этом случае это еще большее погружение вот в вас, то есть еще большая привычка к вам, еще большая выработка ассоциаций, крепкой этой ассоциации, эксперт конкретной индустрии и вы. Все остальное, то есть в остальных аспектах персональный бренд вы продвигаете вот по тому алгоритму, который мы рассматриваем, ну, все предыдущие занятия. Ну что же, на следующем занятии мы поговорим о важной механике рассылках во ВКонтакте. На сегодня это все, с вами был Дамир Халилов.